Я рада вас приветствовать. Вот это я, Разумова Елена Евгеньевна. Я сертифицированный инструктор по удобовским программам. В принципе, у нас других людей не делали преподавание компьютерной графики. С иллюстратором я работаю, страшно сказать, но с прошлого тысячелетия. Поэтому считаю, что знаю эту программу хорошо, очень ее люблю. И надеюсь, что и вы ее полюбите, когда с ней познакомитесь. Она этого заслуживает. Вот моя задача рассказать вам, за что любит и ценит иллюстратор. Ну и, естественно, пригласить к нам на курс. На первый уровень, на второй уровень. Вообще-то для тех, кто втянется, есть и третий уровень. Но про него рассказывать – это отдельная тема, отдельные семинары. Поэтому сегодня я поговорю о первом и втором уровнях. Сначала просто поговорю, а потом кое-что покажу в иллюстраторе. Ну просто так вот, чтобы люди оценили, как и что, для чего он нужен. Для чего вообще люди записываются на какую-то программу. Тратят время, силы, деньги. Наверное, для того, чтобы лучше жить после того, как конююнчат. При этом лучше жить можно материально зарабатывать с помощью этой программы. А можно духовно. Денег не прибавится, но появится интересное хобби. Так вот, иллюстратор, он годится и туда, и туда. Он вас и материально приподнимет, и духовно приподнимет. Что это такое? Это векторный редактор. А что такое векторный редактор? Это рисовалка. То есть все, что рисуется на компьютере, рисуется или может быть нарисовано с помощью иллюстратора. Он в этой области лидер. Есть специальные программы, которые делают там это, это, это. А иллюстратор, он такой вот глобальный. Он может, в принципе, все. Поэтому, в первую очередь, дизайн. Когда говорят об этой программе, то вспоминают рекламу. Визитки, буклеты, плакаты рекламные, открытки, картины. Кстати, потрясающие красоты, нарисованные на компьютере, тоже можно. Но если вы думаете, что что я туда попрос, я не дизайнер, не художник, то вы думаете, неправильно. Потому что дизайн – это понятие такое достаточно широкое. То есть, в общем-то, все, что вокруг нас, что создано человеческими руками, оно создано с использованием оформления какого-то. Вот аудитория, в которой я сейчас сижу. Кто-то ее продумал, что у меня будут стены вот такого цвета. Кто-то это нарисовал, что будут окна, одежда вот такого фасона, из такой ткани, с таким рисунком, двери, такой дизайн. То есть, вообще, вот куда ни глянь, все, что создано людьми, это как-то дизайнеры приложили руку и вряд ли объясняли на словах тем, кто это делал, что вот так, вот так, наверное, как-то нарисовали. А сейчас все рисуется на компьютере. Поэтому вот программа «Иллюстратор». Для желающих получить работу. Это может быть работа в очень неожиданной для вас отрасли. Не в дизайне, а, допустим, в медицине. Потому что упаковки для лекарств тоже кто-то делает. Рисует плакат, которые висят на стенах у врачей, пугают пациентов, их тоже кто-то рисует. В строительстве и оформление одежды строительной, и разработка зданий, и плакаты. Ну, в общем, все. То есть, это может быть неожиданная для вас отрасль, но вы точно будете востребованы, если вы умеете в этой программе работать. И при этом не все профессии дают такую вещь, а вот иллюстратор дает такую возможность иметь свободный график. Что тоже очень полезно и приятно. Вы можете работать в удобном для вас месте. Ну, это, конечно, зависит от того, где вы будете работать. Но вообще очень многие люди, которые создают оформление, они не привязаны. К месту не обязательно с 8 до 6 торчать в офисе, не обязательно в пробке куда-то ехать, каждый раз мучиться. Вот они могут работать, например, ночью. Многие любят, но работодателя почему-то это не одобряют. Если человек торчит на работе, а вот дом, пожалуйста. То есть, вы сами себе делаете график, сами себе берете работу. Если вы, конечно, умеете работать в иллюстраторе или в чем-то похожем. Есть похожая программа CorelDRAW, но сегодня не о ней. У нас презентация так вкратце очень приблизительно, очень так минимально показана, что может программа иллюстратор. Это вот первое, что приходит в голову. Как я уже сказала, это совершенно не исчерпывает возможности программы. А так вот вкратце. Зарисовки, логотипы, вывески, фирменные всякие этикетки, визитки, все, что зазывает покупателя. Это иллюстратор. Это в первую очередь, о чем вспоминают, когда надо что-то такое сделать. Карты. Конечно, полноценно такие географические карты серьезные. Это есть специальная программа. А вот карта и картинка – это как раз программа иллюстратор. Схема проезда. Схема здания, в конце концов, аварийная эвакуация, особенно если у хозяев здания есть чувство юмора, и они хотят там что-то не совсем грустное, а как-то с художественной точки зрения. Повеселее сделать схему того же зоопарка. Вот зебра, допустим, нарисована, чтобы люди точно знали, что вот тут вот зебра, а слоны вот здесь. Это все тоже иллюстратор. Дизайн одежды. У нас очень часто учатся дизайнеры одежды. Это отрасль. Всегда будет востребована. Невозможно нарисовать платье и закрыть тему, что все больше не надо. Всегда надо. И новый фасон, и новые строчки, и новые пуговки, и новые ткани. Так что вот, пожалуйста, упаковки. Упаковки могут быть не только от продуктов, но и от труб строительных, и от ювелирных украшений. И везде своя специфика. Везде вот свои области, и везде надо, чтобы эту вещь купили. Поэтому это тоже бесконечная тема для того, чтобы зарабатывать. Узоры. Узоры на тканях, узоры на обоях, вышивки, мозаика. Создание паттернов – вещь и очень приятная в процессе, и хорошо продающаяся. Есть сайты, которые специализируются на покупке паттернов. Тоже мы расскажем и как это сделать, и как это правильно продать. Какие есть требования. Потому что то, что оно красиво на экране, это не значит, что его купят. Там есть еще нюансы. Ну и просто картины. Картины на заказ, картины для себя, картины, чтобы порадовать знакомых. Основы мы показываем на уровне первом. Люди, которые прошли у нас первый уровень, они уже могут рисовать в индустраторе, но в принципе совершенно нормально, свободно, спокойно. Они могут делать почти все. То есть это база. И мы считаем, ну делом чести, что ли, дать вот эту базу так, чтобы действительно человек мог работать. А не так, что я что-то там увидела. Но вообще, вы знаете, мне ничего не рассказали практически. Я вот пару операций умею? Нет. Вы будете уметь не пару операций. Вот тут я переключусь уже в программу иллюстратора. И немножко поговорю о том, что я показывала в презентации. Ну, например, вот создание логотипа. Логотип компании определяет очень много. Если вы решили сделать фирму и чем-то там торговать, вам надо привлечь покупателей. Почему они должны обращать на вас внимание, допустим, покупать какое-то молоко, если этого молока стоит 15 видов уже на полках? Как вот влезть, чтобы вас хотя бы заметили? С помощью дизайна упаковки в первую очередь. То есть надо изобрести логотип фирмы такой, чтобы вы видели, обращали внимание, смотрели на него. Чтобы это отличалось от других, чтобы было понятно, что это молоко, а не уголь. И здесь не только творчество, здесь еще и расчет. То есть, в общем-то, не очень многие логотипы рисуются просто чем-то типа карандаш. Вы взяли, нарисовали. А обычно подключаются еще какие-то манипуляции. Подключаются цифры, вычисления, программа иллюстратор. Вот за что ее любят. Она может практически все. То есть чистое творчество, а пожалуйста. Надо что-то поточнее. Вот вам подсказочка, чтобы точнее работать. Вот вам заготовки. Не обязательно рисовать от руки. Вот вам возможность эти заготовки редактировать. Это я немножечко промахиваю. Сейчас я его ухвачу за угол. Хочу сделать высотой ровно три клетки. Мне так будет проще. А вам ведь все равно, правда? Это я хочу показать некоторой манипуляции. Вот, например, поворот в цифрах. Не обязательно руками там высчитывать эти 60 градусов. Вот, например, выравнивание. Тоже техническое, не творческое, но нужное по зарез. Вот возможность как-то сделать манипуляцию с рисунком. Что-то где-то разрезать. Вот и получается логотик. Который четко, ровно нарисован. Будет хорошо продаваться. Я уверена. Я думаю, многие этот логотип узнали. Ну вот тут не только творческая мысль, но и техническая. Если нужно. И вот такие вещи у нас буквально первые два занятия люди уже умеют создавать. То есть вы сразу можете где-то там писать на фрилансерских сайтах, что вот можно, можно, можно. Обращайтесь. Продолжение следует. Там тоже можно переделывать картинку побольше, поменьше, туда повернуть, сюда повернуть. Но это все, она будет портиться, портиться, портиться. А в иллюстраторе нет. Можно вот развлекаться сколько угодно. Качество хуже не стало. Раскрашивать. Есть огромный набор образцов. Не только вот то, что висит на переднем плане. И так, в принципе, немножко уже всем поднадоело, честно говоря. Есть еще дополнительные образцы, которых в иллюстраторе полно. Мы расскажем, где их брать. И самое крутое – это возможность создавать собственные заливки, собственные узоры. Это тоже можно. Это тоже делается. И делается, в принципе, ну, вы знаете, вы не надомитесь. Смотрите, как вы видите, пока мы не надеемся. Вот как-то так. Это уже авторский узор. С возможностью настраивать его. Переделывать, перекрашивать и заливать разные объекты. Ну и продавать его на соответствующих сайтах. Вот этому всему мы учим. Или вы можете сделать это сами, но процесс приятный, нетрудный. И очень, так знаете, увлекательный. Работа с текстом. Обязательно. Причем текст, он ведь бывает разный с точки зрения назначения. Бывает чистая информация, допустим, номер телефона. Будет очень глупо, если при написании номера телефона вы будете там выпендриваться с эффектами. Будете делать кучу обводок, какие-то там рельефы и так далее. То есть информация есть информация. А бывает текст как художественное произведение, когда он сам по себе привлекает внимание. Вот та же вывеска. Там очень многое зависит от того, что написано. Очень хочется, чтобы человек заинтересовался, остановился, посмотреть, сфотографировал. Послал знакомым, сказал, о, смотрите, какая вещь. Ну и зашел в конце концов. Поэтому сделать продающийся текст – это тоже отдельная тема. И это иллюстратор умеет просто вот шикарно. И тоже можно сделать не совсем текст, а какую-то художественную форму. Когда вы вообще разрабатываете что-то, вот вывеску, дизайн для компании считается очень неправильным просто набрать текст и все. Чтобы вот любой желающий вот так раз на клавиатурке распечатал и получил то же самое. То есть вносят какие-то творческие добавления, искажения, чтобы вот сразу было видно, что это ваша фирма. Только у нее такой шарифт, только у нее такая надпись. Это все мы посмотрим. Ну и самое главное, как потом это донести до заказчика. Потому что творчество – это вещь хорошая, но когда уже рисунок готов, вступает в дело такая вещь, как печатный станок, который совсем не творческое сооружение. И он может все испортить, если вы ему неправильно подсунете вашу работу. Допечатка из иллюстратора – это тоже отдельная тема. Очень нужная, очень важная. И мы об этом тоже будем говорить, причем вот прямо на первом уровне. То есть люди, которые вот это все выучат, они будут готовы к работе и очень неплохо готовы. Тогда вопрос, а зачем нужен второй уровень? А второй уровень нужен для тех, кто в иллюстраторе уже работает. Люди, которые работают где угодно, не только в иллюстраторе, наверняка сталкиваются с такой вещью, что довольно много сил и времени уходят на рутинные операции. Они несложны, но как-то вот скучно с ними. Все время приходится одно и то же делать, 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 а вот когда уже сделаешь, сил на творчество не остается. Вот для тех, кто хочет ускориться, кто хочет не просто рисовать, а рисовать быстро, наш следующий курс «Углубленные возможности». Вы сможете делать все то, что могли на первом, но только не тратить время как раз вот на эту рутину. Но в принципе можно сразу идти на второй уровень. Понятно, что сначала надо научиться работать медленно и только после этого учиться работать быстро. мы будем смотреть вещи со сложной формулой, то есть всякие символы, эффекты и так далее. То, что позволяет вот одним взмахом по экрану нарисовать картину. Вот, например, листик – это первый уровень. Нарисовали, покрасили, тут простенькие заливки. И мне его, допустим, нужно как-то сделать листопад. То есть мне нужно несколько листьев, но они одинаковые же. Вообще будет неубедительно, некрасиво. То есть надо с каждым как-то кого-то уменьшить, кого-то повернуть, кого-то, может, перекрасить. Вдоль траектории это расположить, чтобы оно летело под каким-то углом, вот так вот переставить. Ну, да, работа нетрудная. Но и время на нее уходит. А если вот подключить к этому делу, например, кисть, то можно сделать вот так. Намного быстрее. Вот так. Или вообще обвести какой-то готовый рисунок. А если подключить, например, символы, можно намного быстрее разбираться с дизайном. Кого-то двигать, кого-то убирать, кого-то перекрашивать. Что такое. или даже делать вот так. То есть вот они, расширенные возможности. Я могу это нарисовать и после прохождения первого уровня. Но это будет долго. А на расширенных возможностях рассказывают, как это сделать быстро. Но сначала надо научиться рисовать один лист. И тогда можно делать, например, из какой-нибудь вообще закорючки. Из такой, например, закорючки. Делать с помощью, ну, например, эффектов. Сложное изображение. Вот что я нарисовала сама. А все остальное будет рисовать программа-иллюстратор. Так, нет, такую я не хочу. Я хочу такую. Вот. И хочу пошире. Ой, ну только не настолько. И хочу настроить цвет. Освещение, простите. Цвет тоже могу. И вот источник света. Я могу эту красоту еще вот так вот поворачивать. То есть получается полноценное трехмерное изображение. Ну, вы видели, что я рисовала. И еще могу наматывать сюда картинки. Вот, не сюда. Ну, да, наверное, вот так. Так. Ну, ладно, окей. Можно было нажать еще одну кнопочку. Сделать так, что освещение пошло бы на эти картинки. Ну, давайте сейчас уже нажму. А то получилось не очень убедительно. Все-таки свет и тень вот тут тоже должны как-то падать. Вот так. Это немножечко нагрузит программу иллюстратор, но будет более убедительно. Вот. Второй уровень программы. Человек рисует вот такую закорючку. Дальше идет куда надо, запускает что надо, и иллюстратор за него все нарисует. Естественно, под руководством пользователя можно это потом править, можно переделывать, можно перекрашивать, то есть все удовольствия. Курс у нас длится 6 занятий первый уровень, и 4 занятия совсем немножко, я считаю, второй, но после него вы выйдете совсем уже крытым человеком, и сможете делать, например, вот так. Если есть повторяющиеся элементы в рисунке, значит художник или подключил, или хотя бы мог подключить автоматику, хотя, ну согласитесь, прекрасная картина. Причем мы принципиально в таких презентациях показываем то, что сделали люди, которые у нас учились. Так что вот, приходите, будем очень рады вас видеть. Надеемся, что вам понравится, но вернее я даже уверена, потому что с выпускниками мы встречаемся регулярно. И вот как раз на прошлом семинаре мне было очень приятно, когда пришел человек, который учился у меня 8 лет назад, работает в дизайне и совершенно счастлив. Так что ждем вас на наших занятиях, мы вам поможем стать счастливыми. Приходите. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...